хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как зовут полное имя выпряжкин виктор васильевич год рождения 76 откуда сами рода с луганска самого луганска да как очутились в плену какими судьбами так сказать в плену очутился я не знаю как это назвать наверно то что живы остались это чудо то что в плену оказались но наверное вопросы больше к нашему командованию ну хорошо как вот это я так понимаю вы воевали в этих войсках и так называемый лнр да как пошли мобилизованы мобилизована да когда 23 февраля день перед этим да вот так просто объясните как это все происходило да ну ничего там такого сверх естественного не было привезли на сборный пункт переодели все принципе а для чего говорили но изначально никто ничего не говорил особо ничего не озвучивали хорошо 24 утром это все началось что дальше сидели ждали дальнейших распоряжений когда нам дадут какую-то команду потому что мы ну никто ничего не знал толком а плен взяли плен в купенске взяли купенске да это харьковская область а вот вы до этого чем занимались на мобилизацию работал знаю как и большинство где по-разному и торговом был и поваром работал на такси работу в луганске да а как средняя залпалата в луганске ну поваром я работал в россии по луганску ну где-то в районе тысяч до тридцати рублей а до 2014 года кем работали когда украина контролирует территории на заводе где каком тепловозостроительный какая зарплата была в районе где-то семьсот восемьсот до тысячи долларов то есть каким-то специалистам там были до фрезеровщик ну около тысячи долларов а тридцать тысяч рублей это сколько грубо говоря пятьсот пятьсот баксов да это в два раза меньше ну там до тысячи в редко выскакивало в районе где-то я живу 800 для луанска это как бы нормальная зарплата штука баксов да районе на тот момент было на семья есть да конечно дети дети уже взрослые сколько лет 23 они там уганске да с женой да я так понимаю а чем занимаются дети сын также поваром работает дочка учится старшая в жены от первого брака тоже сейчас работает семья свои внуки уже сидят своим череду на так называемый референдум ходили в мае 2014 мая не помню ноябре по моему за мой счет несквение май 2014 год вот когда еще как бы территория контролировалась но как бы ничего не ясно было украине по мая я жарю по мая все как-то размыто вот именно те события начиная с марта по май по июнь ну все как-то как в тумане вот честно даже но буду эту всю движуху поддерживали но как бы с флагами не бегал внутри до поддерживали да то есть вы хотели чего как бы за то чтобы было отделено отделен луганск присоединен к россии или как но это тоже наверно в какой-то степени да потому что те события которые показывают ну как на майдане как говорят вышли против коррупции против этого но тоже были вроде бы как против коррупции но немножко с другой стороны поэтому получилось что значит немножко другой стороны мы понимание наверно было то что я не знаю на тот момент я не думал что украина может состоянии побороть коррупции все остальное то что творилось стране поэтому наверное как-то больше больше вот это исподвигло а сколько паспортов сейчас ну на данный момент если брать украинский у меня закончился в виду 45 лет российский а почему закончился нам только фотографии нужно было при его не я не вклеил форс но это штраф небольшой будет но по факту хорошо потом украина россия мировский паспорт она русская а вот вы кем себя чувствуете в плане но я как был русским я так и остался русским национальность национально то есть вы себя чувствуете русским да но больше наверно да и хоть не как бы хотите больше россии да там луганске ну если брать так то скорее всего наверно да у меня вопрос если вы себя чувствовали русским почему жили на украине украине я родился здесь родину как и родители не выбирают да где жить поэтому наверно вот так вот мне у меня было в планах я конечно задумался над тем чтобы уехать но определенные жизненные моменты ставили так что все откладывалось со временем а почему себя чувствуете русским не знаю сказать что-то конкретно может воспитание может образование образование какой у вас ну я при советском союзе еще учился в школе я тоже я тоже учился при советском союзе начальные класса но в начальных я школу закончил у нас разница небольшая 5 лет 9 классов я за 86 и 81 я понял это вполне нормальная такая разница но не знаю почему может быть потому что в россии все-таки ближе наверное я еще плюс добавок ко всему прожил еще в россии тоже сознательную начиная с детства со своего и до юношества почему так я жарю в планах было я задумался над тем чтобы поменять уехать из страны до 14 года эти планы не воплотились были определенные нюансы свои моменты вы вот как там участник до так называемой армии алана за что воевали идею какую-то ну идеи таковой не было на она больше было то что мобилизация прошла идея может быть потом какая-то зарождалась но изначально это все было как на автомате но она есть я то что озвучил то что я себя считаю русским как бы в душе да от этого никуда не денешься это так и есть не то что вы считаете там например да ну хорошо как бы страна это другая для вас вот украина это другая страна вот вы можете там сравнить да вот душевый русский там жили в украине это другая страна ну до 14 года я не сказал бы что сильно была прям какая-то разница может какой-то степени это и останавливала еще к тому чтобы поменять все в своей жизни а где вы были круг кроме луганск украине но у меня особо не было возможности как бы разъезжать на тот момент немножко жизненные обстоятельства были такие что не до этого было в основном некие если не брать луганскую не были нигде на за границей нет не были на вообще а в россии где бы в россии я жил до этого в красноярском крае заработку нет ну выдаю нашество а потом выезжал генджики был ну и плюс еще выезжал там ростовской области был то есть по событиям после 14 года я в россии был больше чем украине вот события 2014 года на россия дала поддержку я считаю что да было бы вся эта движуха вот этот вес в этих двух областях приграничными без помощи россии без помощи россии наверно не выстояли то есть украина бы отстояла свои эти две территории ну я думаю да с вероятностью наверно процентов на 90 вы себя чувствовали русским вот да вы себя чувствуете русским у нас разница там пять лет на это небольшая да вас кто-то ущемлял за это украине ну я же говорю до 14 года как в это самая особой разницы как бы не было вот у меня четкий вопрос человек сидит передо мной который чувствовал себя всю жизнь русским вас кто-то ущемлял в украине когда вы здесь проживали нет все нормально было но вот как и раньше я сказал я не выезжал за пределы луганска допустим мне не с чем сравнивать нечего отталкиваться в луганске я жил принципе кажется нормально было как у себя дома русскоязычную ущемляли у меня таких я не знаю таких случаев за что тогда движуха все война ну наверно больше из-за несогласия того что произошло на майдане как бы все вот эти вот вопросы в плане правого сектора там и всех вот этих вот националистских движений поэтому наверно больше это сподвигло что чем они вам не нравятся это такой глобальный вопрос а это не глобальный этот вопрос породил войну внутри наверное не приемлю это но лично мне это не нравится объясните пожалуйста чем вы не приемлете правой сектор вы же должны это понимать или просто так не приемлете так как вы кашу по утрам не хотите есть вот потому что это вот сейчас такого уровень и как бы объяснение ну правый сектор насколько я понимаю это радикально настроенная в чем скажем так националистически радикально настроенная группа людей радикально к чему по отношению к тем же русским к русскому языку наверное это как-то исподвигло откуда вы это знаете что не радикально настроение к русскому русскому языку но новости украинские были видно было аж еще когда показывали события на майдане как развивались эти события когда начались факельные шесты и все остальное ну а чему нравится факельные шести ну я не знаю как это объяснить но идеологию допустим то того же самого бандеры я не поддерживаю а чему нравится бандера идеология бандера что украина и россия это совершенно разные народы наверное может быть если брать западные регионы украины может быть это да но никак не центр не не юг не восток не север это все-таки исторически наверно больше сложно к тому что всегда были вместе всегда были ближе почему сейчас центре юг и север украины воюет против россии если для вас это один народ это ж наверно уже вопрос не ко мне а кому тем людям которые сейчас воюю но я вот у вас представление центр юг и север россии украина это один народ с россиян почему сейчас этот один народ воюет против россиян объясните мне нет у меня ответа на этот вопрос я спрашиваю то что вы говорите не правильно я жарю я не могу дать ответа на этот вопрос у каждого человека свое какое-то мнение свое видение вот грубо говоря для вас восток украины это должен был быть против бандера правильно так как вы это называете видеть как не то что против но я я так думаю сейчас наверно многие не поддерживают эту диалоги хорошо лидер правого сектора знать откуда родом я не задумывался над этим вот может человек с востока будет лидером правого сектора да с любого региона может ну как вы же говорите что это один народ россияне но почему люди живут у каждого человека свое мнение каждый человек живет он о чем-то думает это же не робот какой-то не палка там оржи это мыслящие люди националисты которые в вашем видении плохие они могут разговаривать русским языком российским то любым языком могут разговаривать а в чем тогда проблема вы же говорите что радикальный национализм это плохо оказывается они говорят вот люди разговаривая российским языком могут умирать сейчас за украину наверно да а как так ну так же как и люди которые могут разговаривать на украинском языке тоже сейчас могут умирать на россию нет нет я я это нет не верю вот не верит хоть убейте меня не верю это факт это не факт потому что когда я был в донецке и луганске было опасно разговаривать на украинском языке люди которые в открытую разговаривать на украинском языке никогда не будут умирать за российскую федерацию тем не менее у нас нашей ситуации получилось так что мы были перед фактом смерти кто вот конкретно я там тело развитие мне ходе одного человека кто разговаривал на украинском языке умирает за российскую федерацию я имею ввиду носитель украинского языка ну я как как же человек живущий в луганске я знаю украинскую мову я могу на ней спелку ванного никогда на ней не разговаривать мы говорим о других вещах много мы говорим не на носителях о людях которые в повседневной жизни используют ее батальон азов может разговаривать российским языком был я с ними наверное даешь с ними не общал вот видите ну как бы нацики разговаривать на русском языке который здесь был ущемлен это же абсурд какой-то почему я же не сказал что он до конца был ущемлен я сказал что ущемляли вот так а когда каким способом по выступлениям на майдане это было ущемление русского языка да ну как ущемление что неприемлемо в украине допустим русский язык кто это сказал я сейчас уже конкретно не буду вспомнить тем более времени прошло восемь лет конкретно лица это очень нужно хорошо помнить потому что из-за этого война развязалась а вы видите не помните его спрашивание помнить 8 лет прошло все таки всех личностей которые были на майдане тоже не что помнишь ну вот это все как бы вот общие вещи да те которые толкались через телевизор никакой конкретики может быть да никакой конкретики от вас так а какая конкретика от меня нужно но вы мне говорите что кто-то говорил на майдане что будут ущемлять русский язык еще раз эту историю расскажу да я в славянске с иностранными журналистами мы берем представителя донецкой области славянске и он говорит сейчас должны прийти бандаровцы с киева и повешать всех на деревьях за то что мы разговариваем на русском языке итальянцы меня спрашивают ты правильно понял ну да а ну еще раз его переспроси и он ту же самую телегу толкают итальянцы так подвисают и говорят а как мы этот бред будем давать в эфир давайте как хотите вот он это говорит улавливать где-то там на майдане кто-то что-то сказал у нас в одном ухо залетела в другой вылетела но мы сели на танк понимаете что я хочу донести не я понимаю все прекрасно понимаю но кто-то сел в тот момент на танк кто-то не шахтер были разные люди насколько я знаю и шахтеры шахтер сел за танк и сразу повел были люди которые в шахтах работали внешние не родились сразу шахтерами они где-то служили кто-то проходил службу какую-то кто-то имел какую-то подготовку всех по-разному сейчас за что война идет вот что хочет российской федерации деноцификации как было озвучено они уже не сложили где милитаризации объясните термин деноцификации уже за него тоже голосовали воевали ну как воевал если это можно сказать воевал де-факто воевали но по факту да объясните мы уже воевали за деноцификацию ну наверное все таки если так смотреть на ситуацию это больше сводится к тому чтобы не было допустим тех же самых от ультра таких националистических высказываний как вот было кто не скачет ой москаль там разные вот это вот ну это все понятно что это а то я если в украине это говорят то нужно вводить войска до почему но уже говорите чтобы не было таких высказываний ну там же наверное еще были какие-то предпосылки к этому и где нет ни где милитаризации где на это разные вещи давайте где нацификации то есть из-за того что в украине говорит кто не скачет ой москальту нужно вводить войска до допустим начнем с того что в украине дали звание героев украины бандере шухевичу были присвоены и что если брать брать по допустим рассматривать историю с другой стороны как вот по-российски нам в россии бандера шухевич это читаются и что и что наверно почитание преступников у меня вопрос не что и что украина это независимая страна ну тут уже вопрос такой интересный говорите украина это независимая страна Смотря от чего независимая. Вообще от других стран? Ну, тоже вопрос интересный. От России она независимая страна? Ну, в данной ситуации, наверное, да. Они могли себе делать, что хотеть? Дать герою Шухевичу Бандере? Ну, наверное, да. В чем вопрос? Значит, у вас же аргумент несостоятельный. Ну, хотя по международным всем вот этим, ну, тем же, допустим, суду, который был в 45-м, мы же признали, как преступником. Какой суд? В Гаге состоялся суд. В Гаге. Где Бандеру признали преступником? В Гаге. В Гаге признали Бандеру преступником? В Гаге, в Нюрнберге. Серьезно? Поэтому я тут, я же говорю, это вопросы такие. Если в Нюрнберге признали, почему другие страны за это не вывели свои войска, а только Россия? Почему? Но Польша же до сих пор говорит, что нет. Нет, я в другом спрашиваю. Войска же ввели из-за того, что Бандере дали героя. Так Польше тоже нужно было вводить, походу, да? Почему поляки этого не сделали? Наверное, к Польше больше вопросов. Оно нужно было за это вводить, да? Как бы вы согласны? Я не знаю, как бы поступило... Нет, ну вы это объясняете. Я вижу факт, как поступило правительство российской федерации. Ну, за это нужно было вводить войска, да? Из-за этого, что Бандеру Шухевича признали героем в Украине. Правильно? Ну, это же тоже, наверное, часть этого всего. Часть чего? Того, что это были... Разрушенных домов, убитых украинцев и так далее? Это стоило того? Ну, в Донецке, в Луганске тоже были разрушены дома. Кем? И не только... Кем? Не спрыгиваем с аргумента. Я до конца спрашиваю. То есть из-за Бандеры, Шухевича и того, и кто не скачет, то и Москаль нужно было заводить 150 тысяч группировку российскую? Ну, она не пришла в 2014 году. Я спрашиваю, какой тогда аргумент захода 24 февраля? До сих пор мне только были наведены примеры, кто не скачет, то и Москаль, Шухевич и Бандера. У вас кто, этот аргумент был? Оправдание россиян? Ну, не только этот. Если войска вводились, я же не знаю всю подноготную... Но вы же воевали. Почему было... Вы же воевали. Ну, как мобилизированный, да. Вы же воевали. Я спрашиваю, за что воевали. Вы мне назвали, а кричалки и так далее. Вообще, когда мобилизировали, мы должны были воевать на территории Луганской области, но не находиться на территории другой области. Я спрашиваю, как человека, который чувствуется россиянином и чувствовал себя всю жизнь. Ущемления не было. Раз. Русский язык никто не ущемлял. Два. До 2014 года. А как ущемляли русский язык в 2014 году? Я не знаю. Вы без ноги, без руки остались. Что с вами случилось? Я не был на территории Украины после 2014 года. Так если вы не знали, зачем было идти воевать? Вы ничего не знаете. Россия ввела войска из-за кричалки, кто не скачет, тот москаль, из-за того, что Бандарий Шухевич герой. А мне нравится Плютин. Вот лично мне. То, что украинцы должны заходить на российскую территорию или как? Ну, это вопрос уже к украинцам. Я вас спрашиваю. Потому что вы мне навели аргумент кричалок. А то, что россияне называют украинцев хохлы, тоже нужно зайти с танками и вломить им пи***ю? Ну, не все россияне так называют украинцами. Большинство. Ну, не все. Ну, пусть будет. Но нужно вломить, зайти с танками, с БТРами и вломить пи***ю? Ну, война сама по себе, это не способ. Я спрашиваю, зачем тогда? Я же отвечаю на вопрос, что война сама по себе, как метод. Это, наверное, больше все-таки политика и диалог, наверное. Какая политика? Кричалка. Для вас кричалка, Бандарий Шухевич? Политический диалог между руководителями, между странами. Война это в любом случае плохо. Это никогда не будет хорошо. В каком бы контексте она не рассматривалась. Война это всегда плохо. То есть, в 2014 году зашла Россия, правильно? Кричалка поддержала это все движуха. Ну, как мы в плане Донецка, Луганска, да, поддержали Донецка. Вы россиянин. Чемодан, вокзал и Россия нужно было уехать. Я же объяснял, что на тот момент были планы. Немножко все переиграло. А почему не переиграли, когда мобилизировали, пошли воевать? Ну, потому что уже, наверное, не все от меня зависело. От кого? Когда мобилизовали. От кого? От Господа Бога. Ну, а что в этой ситуации делать мобилизированному? Застрелиться? Если нету идеи. Или вы шли голосоваться? Ситуация, она такая, как есть. Поэтому тут уже... Видите, как-то странно все выходит. Вы стараетесь оправдать, например, из-за кричалок, какие-то... Почему оправдать? Да, Шухевич. Ну, я просто не понимаю, как вы ущемляли российский язык? Вы не можете назвать фактом. Мы же разговариваем с вами на российском языке. Я чисто кроме Бандарева с Расовой? Я не знаю. Ну, если я здесь родился, в Западной Украине. 30 километров от места, где родился Бандара. У меня же нацистская кровь течет, походу, правда? Ну, это... Кровь... Нет, я вас спрашиваю. Нет, ну, то есть я вот это... Я просто начинаю его как бы уже вопрос оставить в парадигме Russia Today, Скобеева, вот в этой всей бодяге, которая у вас. Ну, я расовый нацист, правильно? Ну, только татухи нету, честно говорю. Никакой, да? Никакой не имею. Ну, то есть можно... Ну, немного ниже уровнем нацист. Нацистик такой, правда? Еще не совсем. Не совсем состоявшийся, да? Я разговариваю на российском языке? На языке, которого я никогда не изучал. Ну, для меня это же как бы низко должно бы было. Я все-таки... Ну, почему никогда не изучал? Ну, если брать... Нет. Я никогда не... Я вам честно скажу, никогда не... Даже пять лет проведенных в образовании... Нет. В образовательной системе... Честно, не изучал. Украинская школа? Да, не изучал. Так же же, как я украинский язык не изучал никогда, но тем не менее на нем разговаривал. Ну, я такой нацистик, да? Но для меня как бы это низко должно было бы быть, правильно? При этой всей парадигме ущемления российского языка. Вот я с вами же разговариваю с российским языком, русским. Ну, да. Расовый нацист, нацистик. Да, разговаривает. Абсурд. Вы на каких еще языках разговариваете? Не на каких. Со словарем. Со словарем? Да. Это плюс вам или минус? Ну, наверное, минус. Минус. Я нескольким языком разговариваю. В том числе на русском. Вот, видимо. Ну, я же не говорю правильно. Люди могут знать несколько языков. Где были, кроме... А вы уже говорили, что нигде не были. Хотите, что сказали украинцам? Народу, частью которого вы себя не чувствуете? Ну... Хотите что-то сказать? Вот от себя. Народу, ну, как таковым, в целом, мне сказать нечего. А россиянам, частью которого вы себя чувствуете? Единственное, что могу сказать в этой ситуации, неважно, независимо от того. Просто, чтобы вот это все быстрее закончилось. Кто это должен закончить? Ну, наверное, это уже будет зависеть от нескольких людей, наверное. От кого? Ну, прежде всего, руководители государств. Все равно они должны этот вопрос решать. Россия должна выйти с Украины? Ну, в том плане, как вот сейчас стоит вопрос с Украиной, ну, с территорией. Это уже вопрос, наверное, я не знаю. Наверное, да, но с территории Донецка, Луганска, наверное, вряд ли. Почему? Потому что уже, наверное, та часть больше себя, наверное, думает. Это неправда. Чувствует. Они просто там боятся. Может быть. Я не знаю. А если Украина сможет забрать территорию? Позабирать? Ну, если заберет. Вы уедете в Россию? Я еще не думал над этим вопросом. А как вы будете жить в Украине, частью которой вы себя не чувствуете? Не исключено. Может быть, даже уеду. Все покажет, ну, развитие ситуации, жизнь расставится. Вы все живете там, в этих областях, вот, как покажет? Ну, потому что, наверное, от конкретно, от меня конкретного, как человека, наверное, сейчас мало что зависит. А вот украинцы, которые поддерживают, как бы, ВСУ, воюют в ВСУ простые. Они знают, что от них много чего зависит. Они сплочены. Почему вы так по-другому думаете? Любомир, ну, тут же опять вопрос. Кто-то воюет в ВСУ, а кто-то же не хочет воевать. Вы же знаете эти факты. Ну, конечно. Я не спорю. Да, многие там стараются тоже, например, выходить и так далее. Ну, что-то тоже в головах у этих людей происходит, которые уклоняются от службы в ВСУ и от войны. Да. Ну, что вы мне хотите сказать? Да, есть такие случаи. Если я скажу, что нет, то это неправда. Да, есть такие случаи. Я это признаю. Но в большинстве своем украинцы сплоченные. За что россияне здесь воюют? Вы спрашивали, вы с ними общаетесь? Они могут вам объяснить, что хочет Россия в Украине? Да, ну, как-то не было таких возможностей. Не, ну, в вашем видении, да, вот мужчины, типа здесь мужчины. Мы видим этих все мужчин, да, вот которые, они прямо говорят, что вот социальное дно. Они мобилизировали там в России. Вот человек Гончарова это рассказывал, он это все видел. Ну, я не был на той мобилизации, не знаю, кого там мобилизовали. Да, ну, вот за что Россия воюет. Харьков не смогли взять Херсон, народ не хочет. Украинцы не хотят этого. Ну, тут уже вопросы, да. Тут уже возникают вопросы. И Украина бы отстояла и Донецк, и Луганск, если бы не Россия. В 2014 году. Ну, возможно. Но, опять же, я скажу так, на тот момент, наверное, в плане Луганска, Донецка, наверное, надо было все-таки не с позиции силы туда заходить, не с оружием в руках, а все-таки надо было, наверное, с людьми вести диалог. С теми даже сколько там, полтора-два-три миллиона населения. Все население не было за Россию. Это неправда. Были большие проукраинские митинги там. Ну, тем не менее, они не были настолько масштабные. Они были масштабные. Мы вам это показывали. Не везде. Ну, я видел в Донецке, в это самое, ну, по крайней мере, в Луганске этого не было. И, наверное, я же говорю, позиция силы в этом вопросе, наверное, немножко была неправильна. Наверное, все-таки надо было больше диалога. И те, кто изначально был не согласен с этим, наверное, люди потом в процессе как-то и поменяли свое мнение. Я не скажу за всех, но кто-то все-таки, наверное, сменил свое отношение после того, когда зашли с позиции силы. Ну, позиция силы, вот как показывает данная ситуация, даже проведение спецоперации на территории Украины, да, позиция силы к чему привела? К неприятию, правильно? Большинство украинского народа не приняли это все и не приняли. В 14-м году тоже была со стороны России позиция сил. Вот эти все оружие, добровольцы и так далее. Это тоже позиция силы. Но они пришли на помощь в Луганску и Донецку. От чего? От вооруженных сил Украины, которые тогда с позиции силы заходили. С какой позиции силы? Когда обстреливали города. Когда начался обстрел. Украина шла защищать свою границу в апреле? Не знаю, куда войска шли. Украина должна была защищать свою границу? То, что Луганск был в кольце, это я знаю. В каком кольце? Окружен украинскими войсками. Это я знаю. Это потому, что я с 14-го года, я жил в Луганске. Я не выезжал оттуда. Я это все видел прекрасно. Я там был, никакого кольца не было. Ну, хорошо. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!